Давайте говорить прямо. Звездные войны, я имею ввиду трилогию сиквелов и вообще то, что Дисней делает далее, в данной вселенной стали огромным разочарованием. И даже несмотря на то, что 7, 8 и 9 эпизоды по инерции отлично заработали, да и сериалы по Star Wars люди смотрят довольно охотно, все равно 9 из 10 поклонников этой саги точно скажут вам, что они крайне недовольны тем, что делает Дисней и Лукасфильм. Что же не хочу вселять преждевременную надежду, но по тем данным, которые сейчас активно обсуждаются в сети и которые поведал миру оскароносный помощник лично Джорджа Лукаса, сам Маэстро вроде как более не может видеть того, что происходит в его далекой-далекой галактике, так что он планирует вернуться, чтобы наконец-то навести там порядок. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Вообще, давайте будем честны, сообщения о том, что Джордж Лукас проявляет интерес к своему проданному Диснею детищу появлялись уже не раз. А например, в 2020 году даже говорилось, что именитый режиссер хотел снова возглавить Лукасфильм вместо Кэтлин Кеннеди, с которой у него крайне натянутые отношения. Но по ряду причин тогда не срослось, может быть еще потому, что Дисней на тот момент был уверен, что они делают все, ну типа если не идеально, то как минимум неплохо. И тому были некоторые, каким могло казаться обоснованные тогда основания, ну например, огромный успех первого сезона Мандалорца, стартовавшего в конце 2019 года, или отличные сборы более миллиарда, которые показал вышедший тогда же в конце 2019 финальный девятый эпизод. Правда, за прошедшее время ситуация сильно поменялась. Тот же Мандалорец очень неприятно удивил своим провалом в третьем сезоне, как и ряд других телепроектов по Star Wars. А что касается фильмов, то там и вовсе, за почти уже 5 лет Дисней не сподобился выпустить вообще ничего. А тот проект с главной героиней Рэй, который они анонсировали не так давно, кажется наперед уже обречен на провал. На фоне всего этого вдруг появились довольно шокирующие сообщения. Хотя прежде, не поленитесь подписаться на наш канал, так вы очень нас поддержите, ну и телегу нашу тоже уважьте, там очень много всего интересного, жмите прямо сейчас. Так вот, как стало известно на днях, словно в ответ на молитвы поклонников по всему миру, Джордж Лукас может вернуться к штурвалу Звездных войн. По крайней мере, если верить бывшему помощнику режиссера и режиссеру второй группы оригинальных фильмов, Роджеру Кристиану, который утверждает, что маэстро лично собирается вернуться для участия в неком новом сериале по Star Wars. Причем нужно понимать, что мистер Кристиан это не какой-то там любитель или псевдоинсайдер. В конце концов, помощник режиссера сам имеет премию Оскар за работу над оригинальным фильмом, поэтому многие серьезно восприняли новость, которую он поделился во время недавнего интервью. «Я думаю, он вернется», — сказал мистер Кристиан. «Теперь я почти уверен, что он примет участие в сериале», — продолжил помощник Лукаса о возвращении отца-основателя Звездных войн. Также он добавил, что речь идет о неком телевизионном проекте, правда, пока что без подробностей, но и так данная новость, конечно, огорошила многих в хорошем смысле. И знаете, сейчас я готов в это поверить больше, чем когда бы то ни было ранее. Объясню почему. Дело в том, что если еще пару лет назад, как мы говорили до того, Дисней верил в светлое будущее своей звездной саги, то сейчас, например, оказалось, что до сих пор те инвестиции, которые компания сделала еще в 2012 году, когда за 4 с лишним миллиарда купила права на Star Wars и студию Lucasfilm, что те инвестиции за более чем 10 лет даже не смогли еще отбиться, не говоря уже о том, чтобы начать приносить прибыль. Ведь, как недавно посчитали аналитики, чистый доход от выпущенных за это время Дисней фильмов, а также от сериалов по Звездным войнам, увы, не смог покрыть вложенные миллиарды, даже не считая инфляции за минувших 12 лет. И это также не говоря о том, чтобы заработать что-то с таких колоссальных вложений. Почему же так произошло? Ну, вероятно, потому что без Джорджа Лукаса его вселенная просто не хочет работать как прежде. И Дисней как ни пыжился и надувал щеки, вероятно, уже и сам это понял. Так что камбэк мистера Лукаса теперь выглядит, возможно, единственным шансом вернуть Звездным войнам былое величие. Ну, а Дисну их миллиарды. Поэтому я лично охотно верю, что это в ближайшее время может быть объявлено официально. А верите ли вы в подобное и как к такому относитесь? Пишите об этом в комментариях, также подписывайтесь на наш канал. Ну, или голосуйте по этому поводу в опросе в нашем телеграме, ссылка уже ждет под видео. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.